приветствую всех очередной части нашего прохождения прошлый раз мы кажись начали проходить могилу святых и дальше логично было бы предположить что мы пойдем дальнейшую под подземную локацию которая называется двери фараса ну что-то я не нашел туда пути поэтому не пойдем значит я знал что ты скоро вернешься узнаем какую кузнеца тут жизнь молодая ну в общем ничего интересного что в таком случае таком случае пути у нас остается несколько не буду перечислять но мы в итоге пойдем вот сюда не самая возможно подходящая нам локация и сложность у нее достаточно высокая и она огненная поэтому здесь нам нужно будет нужно быть некоторых местах защиты от огня но пока нас и нету поэтому вернемся сюда потом потом сюда вернемся в общем такая вот локация здесь опять же нужно перепрыгать перепрыгивать через эти штуки к ним мы тоже вернемся потом ну что же это за локация такая вот такая локация в которой живут такие вот чуваки называемые алонскими рыцарями и меч против них не слишком эффективен даже тот который плюс 6 но зато эффективно катана поэтому мы ее берем это мы берем здесь у нас закрыто она закрыто так и останется здесь также здесь с нами хочет посостязаться фехтовальщица давайте мы с ней пофехтуем давай пофехтуем ты еще не знаешь бедняжка с кем связалась а чувиха то крутой себя разомнила смотрите ка можно против нее как раз таки меч был более эффективен магию прямо хавальник ей чтоб знала с кем связывается ну это все что ли я ожидал от тебя большего и что же она дает нам за победу человеческую фигурку ну и на том спасибо здесь нас ожидает схватка с еще несколькими этими рыцарями алонскими рыцарями можно назвать их как черномордые рыцари как-то катана наша слабо бьет Продолжение следует... Продолжение следует... Но если на эти резкие атаки отвечать достаточно резко, то в принципе опасности они не представляют. Здесь стоял чувак, которого мы видели снизу. А здесь... Стенка секретная, где-то была. Здесь вот, в общем, она находится. И здесь катапульта нам указывает, соответственно... Правильную сторону. Указывать не просто так. Потому что здесь еще одна стенка. И чувачок, который так и напрашивается, чтобы задницу ему высадили стрелу. Ну что ж... Ну что ж... А ему дадим растосить. Я, когрик, не жадный. Получай. Получается там. Получай. Подключаем. Получает. Получает в муш. Волговая почетность. Волковая почетность. Продолжение следует... Ну и здесь такой чувачок сидит, достаточно важный для нас чувачок, и по его очку, ну соответственно, этому как его, очки только одно очко, и по его очку мы видим, что он ценитель некоторых, видимо, редкостных личиц, давайте посмотрим, что же он там насобирал. Что? Ты кто такой? Кто я? Магерлд, конечно, кто же еще? Ну что, взглянешь на товар? Выкладывай свой товар... Ну и есть такая... такие вещи, как одежда какого-то шута... Яркое шутовское одеяние, забавное лишь для примера. Шуты — это не просто завсегдатые ярмарок у них. Есть и другая тайная жизнь, которую они тщательно скрывают. Не терроризует, однако, критический удар врагу. Корпусок право-крытого укуса увеличивает соответственно сопротивляемость проклятия. Одно из колец укуса, остальное мы читали. В заклинаниях у него ничего нового из того, что у нас нету. Все у нас тут вроде как есть. Из предметов... Единственная полезная вещь — это вот ароматная веточка булова. Мы ее, конечно же, с радостью берем. И вот самое главное его назначение — это в том, что у него можно зажечь вот эти самые фимиемы, которые мы раньше находили. И они, как мы помним, снижают нам требования к заклинаниям. И заклинаний нам, естественно, наиболее важно накопить на копье души. Поэтому мы можем несколько снизить его. Соответственно, с помощью соответствующего фимиема, требования к заклинаниям снижаются на один. Вот так вот это все происходит. Видишь ли? Вообще-то я охотник за сокровищами. Торговля — не главное мое занятие. Я брожу по округе, следуя своей интуиции, собирая разные штуки. Не так важно, за сколько можно продать вещь. Главное, чтобы она мне нравилась. Нравится ли мне мое занятие? Хм. Хороший вопрос. Думаю, что я должен продолжать. Ведь занимаюсь я этим уже целую вечность. В этих краях хорошее железо. Старый король даже использовал его при постройке замка. Но тот оказался слишком тяжелый. И со временем ушел под землю. Земля извергла из себя пламя и... И вскоре это место стало таким, как сейчас. По крайней мере, мне так рассказали. Неплохая история, согласись. Итак, что думаешь? Возьмешь сегодня что-нибудь? Эй! Знаешь, что мне про этого странного парня? Ну, с огромным голубым мечом. Он говорит о нем с уважением. Но я чувствую, что тут попахивает обманом. Я не хотел его огорчать, и поэтому поддержал разговор. Скажу кратко. Здесь, в округе, полно легендарных мечей. Хм. Про того чувачка, я сказал, бородой, которого мы встречали в начале игру. Тебе приходилось слышать о храме в восточных землях Дранглика? Говорят, он построен в честь драконов. И если бы, если бы я только знал, как можно туда добраться, то прочесал бы там все в поисках сувениров. Ну, вроде все. Спасибо! А у тебя ведь необычный вкус, верно? Эй! Ты знаешь, это все? Я не хочу... Давайте просто... Хорошо, я не настаиваю. Хм. Все бы, конечно, хорошо. Но Катана у нас как-то слабо бьет. Хм. Миллион ударов нанести, чтобы кого-то ей убить. По-моему, эти рыцари боятся таки. Молнии. Так, я там не хочу с ними долго ковыряться. Попробуем меч. Попробуем меч. Блин, да, Рон, в принципе. Очень неплохо. обломок титанит обычно в придачу ну да ладно что имеем как говорится куда конец матче и магии о ничего себе того я не ожидал так или тебя что ж ладно заменяем шансы и и и и и а и и Ну, этому чуваку мы не будем говорить нашу любимую фразу, чем он сбежал-то. Ах, чувак достаточно серьёзный. Ау, падла. Лови. Интересно то, что на него наша магия не действует, а вот его, наверное, на нас очень даже. Он-то тебя с печи-то нашёл подзвёнышек. Ну, поймал, лови ещё. Может быть, спинку тебя ещё почесать, а? Давно, небось, не чесали. Ага, почти попал. А, как тебе, нормально? Отдохни. Вот так-то. Нечего на нас выёживаться. Будет знать. Так. Куда же нам нужно было держать пить? Сюда. Надо не забыть про ту штуку. Чтобы её отключить. Три рыцаря? Это, блядь, пиздец не хорошо. Четыре рыцаря? Да вы чё, блядь? Очнитесь, четыре рыцаря. Может, десять ещё мне туда? Чё бы нет-то? Откуда они их набрали? Во всей игре-то нет столько рыцарей. Чё, блядь, блядь, блядь. Так, мы теперь их перенакажем. Капец, три удара требуется на этих блядках. Ну что ж, готовьте жопы. Сейчас я буду вам их набирать. И морду свою наглую тоже подставлять, я вам её начищу как следует. Это грязная какая-то. Грязная, ребятки, она у вас. Сейчас начистим. Не переживайте. Буду по начистке наглух морд прибыло. Ловить. Ну-ка, мы к следующему начистим. Иди сюда. Опять миллион рыцарей прибежал. Откуда? Откуда? Чё, ниоткуда появляется. От портала. Чё, доигрались? Из секретной стенки, походу, не набежали. Ну вот ещё бегут к нам спортсмены. Бегуны. Иди сюда. Иди сюда. Родной. Так радостно к нам бежит. Приветствует нас. Хватит. Чувак, походу, думает, что может нас так безнаказанно стрелять, да? Ты зря. Чувак, у меня стрелы покручат их. Ещё один бежит на и поздороваться. Нездорово. Слушай, извини, но мы тебя не насеем. И ещё один стрелок ворошиловский. У нас уже несколько посильнее, чем мы встречали. Две фляжки с водой, которая нас немножечко устанавливает. Дальше у нас несколько развивок. Даже мы можем здесь пойти. Ну, в основном мы можем спуститься. И потянув за верёвочку, опускается первая часть моста. Как говорится, и на том спасибо. Хоть не весь мост, а хоть что-то. За этой дверью кое-что есть. Но зайти никуда пока не можем. Как-то это не было печально. Мы можем спуститься сюда. Мы можем спуститься сюда. И здесь по той самой лестнице поднимаемся. Ну, в смысле, по той лестнице, которую мы уже видели. Так, там ещё какая-то штука. Интересная. Сундучок, но не забываем он воровать. Как всю жизнь не даёт, между прочим. И ещё и плюс один. Ну, конечно, очень неудобно с этим мячом бегать. Потому что катана, она, по-моему, всё-таки должна убивать. Убивать их двух-трёх ударов. Да ещё и к тому же она их, ну, как сказать, задерживает. Задерживает их. Ну, то есть прерывает их удары. Чё, а как не заворачивать, это всё равно умрёт. Ну, в общем, вот как сейчас задерживает их из прерываемых ударов. И, в общем, вторая половина моста у нас не опущена. Но для нас это даже лучше. Мы можем прыгнуть сюда, без всяких проблем. Потом ещё и сюда. Мы можем поговорить с чувачком. Так, кто-то уже бежит с нами. И, в общем, всё-таки твои. Какολо-ть. И не надо очень видно. С этими ребятами мы, естественно, не церемонимся. И тут опять-таки развилка, в том плане, что даже много развилок. Первый из них идёт вниз. Ещё одна огненная штукенция. В общем, три огненных пути у нас остаётся, в которых нам нужно будет заглянуть. И если покрутить вот эту штуку, таким образом мы выключаем печь. Выражаются какие-то там шашлыки. Теперь мы можем зайти и их скушать. Так, можно прыгнуть сюда. Где там дверь? Можно прыгнуть сюда, зачем? И тут та же самая дверь. Окей. Ну, тот самый рычаг, который активирует... опускает вторую дверь именно там. Ну, и заход в ту самую печку. Абсолютно та же самая печка. Какая штука. И отвертая штука. Так... Какая штука. Ну что, тогда ты поедал мне штука. Ну как-то, наверное... Ого! Какая штука. Какая штука. Эта штука. Какая штука. До сих пориа. Еще один уходит в минус, кто его соответственно будет спрашивать? Уйдет он, уйдет в минус, конечно, уйдет, куда денется. Так, вот это что-то нужно будет не забыть. Так, еще один неожиданный товарищ. Вот тут, однако, очень не вовремя. Как там с тобой сражаться, кстати, кому-нибудь? Ну, можно, конечно, на этой территории попробовать. Ну, это не очень весело. Чувак, ты можешь даже не пытаться. Уж если мы этого, как его там, мага обозриначали, то с тобой нам будет вообще разминка. Говорит, сдавайся, экономишь нам время. Крутого решила себя состроить, да? Ну, нормально тебе. Ну что ж, по-моему, кто-то доигрался. Я думаю, вы уже догадываетесь, кто-то. Единственный опасный прием, это когда он выбивает. Жутко бесит, конечно. Блокируем, блокируем. Берет и выбивает наглую гаденыши. Был фарвард и нет фарварда. В общем говоря, здесь можно спрыгнуть вниз за чем-то. Зачем-то можно спрыгнуть вниз. Зачем? А, да, мы же отключили огонь, поэтому, скорее всего, в том месте, где мы уже были, огонь тоже отключился. Так, ну, здесь, как-то, или ручку-то эту. А, да, здесь. Приветик. Да. Ребята, нам теплый прием там построили. Теплый прием устроили нам. Ну, ничего, мы им ответим тем же. Не обижайся, чувак, мы все равно не купили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приветственная стрела в нас прилетает... Ау, вторая прилетает... Продолжение следует... Поймал... 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 Продолжение следует... 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 Ну, по-видимому, атаки у него тоже достаточно серьезные. Ну, да к нам встречать. Чувак не летит. Здесь он переходит во вторую фазу, и здесь бой несколько становится веселее. Смотрите, пока не летит. Вот. Ау! Вау, вклад благотворяется. Не дал мне договорить даже собака. В общем, в этой второй фазе он оставается, соответственно, более буйным. По тому же, он вооружает, в самом деле, ничем. Таким чуть не стоит. В целом, босс не сильно сложный. Напомню, у него есть некоторые наживные атаки. Ну, всё-таки показано… главный извини чего у тебя минусуем не нравишься ты нам надеюсь она за это изменит очень надеюсь извини чувак но очень надеемся и в общем что нам теперь открывается путь соответственно куда откуда мы пришли еще куда то путь соответственно который ведет нас костру как это не удивительно но таки он нас не приводит здесь мы находим помимо бабочек помимо щит щит который мы можем зажарить и съесть вот такой вот удивительный странный щит в форме головы соответственно со свиньей которая выглядит почти настоящей но не более того защищает не можем не лучшим образом хотя и может испугать неприготовленного дага давайте посмотрим как эта красота выглядит в общем и так в общем и сейчас не представляю на что мы будем тратить еще меньше представляю куда мы попали попали мы соответственно в то место уже были здесь была закрытая дверь закрыта с той стороны получается нам остается теперь только сюда давайте потратимся сначала в принципе начали на эту локацию довольно резко наверное можно пройти дальше у тебя долго не было чего желаешь что ж но ничего не нашел что ж выбор за тобой увы ничего в шинке у меня не требовалось т.к. сик сик лестнист прокачивать конечно стойкость конечно ячейку в общем то можно качнуть нет нет у нас интеллекта хотя бы ячейку пока прокачаем только берется хорошо теперь мы можем взять теперь мы можем взять вот эту вот штуку например можно вот эту штуку взять тут Не очень помню что-то за место такое, но постараемся уж не ударить грязь лицом. Ох, как-то не хватает здесь осколка, обломка титанита, а там эти голубоны уже докачать. Ну что, я очень хорошо помогаю рыцарю, черноморду, и тут практически черноморду. Черноморду с товарищами. Дальше пошел, очень интересно. Думал, что я тебя не догоню. Ой. А я победил. Падал такая. Что ж, с одним разобрались. Этой тварь. Такие ударили мы все-таки в эту грязь лицом. Точнее сказать, валом. Ну что ж, может быть мы просто хотели окунуться, поплавать типа в горячем источнике. Ну вот нам это удалось. Поплавали. Поплавали. Погрелись. Теперь пора бы и начать воевать. Чувак церемонится с ними как с детьми. Он хочет убивать. Оф! Так,�� не обидишь! Ну, на reads. Может негдаром поуг dance. Точнее, мог. Здесь есть система рычагов, которая как-то фирменовая различные платформы. Чувачка искупали в авиа. Почему бы, как говорится, и нет. Хочется с нами посоревноваться в претьбе. Давай-давай. Смотрим, кто их нас крутит. И на этом здесь есть дверь, которая ведёт к двери фароса. И фароса ведёт, которая ведёт, соответственно, к ещё одной двери, которая ведёт уже к лестнице. А лестница ведёт, в свою очередь, к... Почему она ведёт? Обратно ведёт, где мы уже были. Ещё ведёт к ещё одному костру. Ничего себе, вот этот поворот. Вот этот поворот. Собрал ума находим. Довольно-таки хорошая вещь. А Тмоу не защищает. Этим концом награждались ученики, достигшие определенных успехов. В Мельфийской Академии. А пиромант Глокина, который продал его с тобой к этих колец, чем сильно затылки своих колец. В своё время им пришлось упорно заниматься ради таких колеца. Дальше говоря, Какая-то дистиллина колеца. Этого чела что-то я не помню. Ты хочешь охранять колокол? Нет. За принца! За принцесс! Во веки веков! И во имя справедливости! Меня за... Трое! Трое! В колокол! Рви их в клоч, руби на куски, собери вокруг и в колокол звони! Интересненько! Трое! 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 Неудачко! Та, всё Уйдет от программы! тебя чувак чувака уже нет уже улетел к предкам то же ладно здесь у нас еще раз куча мечник какой-то такой вот довольно серьезного вида чувачок оказываем пару уроков еще один звонарь бежит за пизделями мы с радостью и мы их навешаем таки с огромной и И щитовичок остается. Но серьезно лишь до тех пор, пока мы до спинки его широкой не доберемся. После нашего массажа он, соответственно, набрасывает камень. Ещё какой-то проход находим. Гональ. Чувак, походу, думает, что раз у него больше жизни, у него товарищи, то мы его не оперпачим. Как вторгся, так и отторгнешься обратно. Спасибо за человеческую фигурку. И теперь у нас два прохода. Один из них лестница, другой колокол. Что нам дает этот колокол, оно не очень пока понятно. Ну вот он его взломил. Ещё дальше. Не уверен, что он вообще что-то сдаёт. Наверное, он нужен для ковенанта. Так, тут у нас крышка. И это, однако, меня не радует. Сейчас нас с неё благополучно могут скинуть. Чего мы совсем не хотим? Что? 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 В общем, тут мы попадаем на крышу. Толку от которой не так много, хотя есть фильмы. И еще она дает возможность проникнуть за решетку. Питать за клим. Ну, это вот было несколько подло, я тебе скажу. Откуда он взялся? Буквально из воздуха. Что ж, у меня сейчас такое ощущение, что мы сейчас кого-то проучим. Не знаю почему. Продолжение следует. Спасибо, хоть и монета, хоть и ржавая, но все равно спасибо, мы все берем. Больно он нам нужен, но возьмем, пока дают, надо брать. Еще одна человеческая фигурка становится меньше. В общем, я очень хочу встретить ту падлу, которая нас напала со спины. Вот этот, что ли? Наверное, то он и был просто, чудом нас бежал. Ну давай, покажи еще вот это сделаем. Я так подозреваю, что из говна. Чувак, что-то атаки у тебя как у ваха. Ага, почти попал. Чувак, тренируйся лучше. Когда-нибудь у тебя обязательно получится. Все, спокойно. Отдыхай. И этих мы тоже сейчас отправим на отпуск. Как ты смеешь? Да как ты смеешь, тварь? Холоп мелкий. Он мог бы нас убить, однако. Вонючими стрелами. Что может быть позорнее, чем умереть? Как маленьких стрел. Маленького гнома. Уиграть. Лук звонаря, однако. Получаем тот самый лук, который у нас так сильно хотели убить. Но. Нет. Делеганный лук. Значит он очень легко. Оттягивать от себя несложно. Какая синголизирует запретную дигусть. Звонарей, верные защитники с тем, кто им угрожает. Но, к сожалению, мы уничтожили их. Это у меня было печально, может они не готовы были нас уничтожить. Но это так, в их мечтах, можно сказать. В своих снах они нас уничтожили. И здесь мы находимся клинашком. Все сожжение, которое у нас сжигает пиромантия, создает огненные пары покровы, составляющие рядом врагов. Ааа, мне нужно говорить, что пока она сжигает и самого мага. Если кто-то желает чего-то по-настоящему сильно, его не остановит никакой кламя. В общем, тут лестница вниз, а тут лестница вверх. Которая абсолютно никуда не ведет. Ну, кого еще отрубачьте. Пилюли пел в глаза из них. Ничего себе. Пилюли, от которых пахнет жарчиной, на время увеличивается эта сопротивляемость к окаменению. Из народных рецепт на преданиях употребляется, упоминается святая Элизабет. А пекарство и зелье с ёлочкой там именем принимается, упоминается, посредине. Поправляющий поменяется. Как говорится, не против. Не, ам... ... это не только. Ну, здесь, вроде как, были. А, ну да, мы же зашли как-бы в побочную, так сказать, линию, поэтому нам изначально нужно было вот здесь по этой платформе поверить. Тогда туда мы и пойдем. Наконец-таки. Надеюсь, на этом уже закончится эта локация, поскольку пора бы нам уже завязывать на сегодня. Привет. Открываем. 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 Для этого отправляем поплавать в аре. Нормально или дом. Темно больше. Тепло наверно. Только грез. Чё не столько чуваков,oughing. Чё не так, скажу. Ну, что-то оставлять, будет. Ну, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Спасибо, иди сюда, нет. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Серьезные парни. Здесь у нас есть ящерка, ёшкин кот. Здесь у нас полевая дышина из лавы. Мне очень приятно. Здесь тоже надо приспиться. Здесь у нас есть 4-го номера. Здесь у нас есть 2-го номера. Ну и в общем, в общем, в общем, в общем, в общем, в общем. И наконец-то доходим до этих платформ. Эту штуку типа можно опустить и обратно поднять. Платформа, они, кстати, с сюрпризом. Они периодически опускаются. Могут опустить либо врагов, либо нас. Не помню, правда, как это работает. Ага. Вот такие. Так, а вот это? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...